Да, вот, собственно говоря, завтра на старый целый лес, сейчас в очки, в начале 20-го века, посмотрим на подвиг, на всех начале 20-го века, будем надевать и посмотрим, насколько он заходил в силуэт, и, вероятно, в том время, конечно, производится очень много. Вот. Ну и, собственно говоря, конечно, цель, которая была поставлена в труппире подобных формирующих периодов, чем и в церкви, она заключалась в том, что только невероятно высоко проявить в ручках. Отдель этого периода была связана с попыткой воспеть античность. Уже в 18-м веке невероятно становиться популярной в археологии, раскапываясь на древние города, изучаясь древние памятники, архитектуры, скульптуры. И в этом отношении, конечно, общество конца 18-го, уже и начало 19-го века очень сильно выдушевлено этими археологическими раскопками, этими вновь открытыми историческими древними памятниками и всевозможными образом пытается воспеть это время в современных реалиях, но уж насколько они их себе понимали. И поэтому, как бы, определенным таким важным моментом это было, конечно же, формирование вот этого невероятного античного силуэта, колонны. И поскольку было найдено большое количество скульптур, тоже стремление показать все больше тела, обнаженного тела, тела, прочитывающегося через тонкие ткани. А мы уже говорили, что Англия, начало 19-го века, имеет этологии, в том числе и в Индии. И фактически мода на вот этот такой абсолютно дихоемый, так сказать, такое вполне себе, возникает как вполне себе реальная угроза. То, что будут выпадки шелковые производства, которые были так популярны в XVIII веке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова